Всем привет! Я дома в Черногории, погодка у нас просто шепчет. Я это вчера мимо Харлея проходил, он прям такой, покатай меня, покатай. Так, сейчас вам включу, вот так, так покрасивше, да? Решил я по многочисленным просьбам продолжить энциклопедию. Помните, я прошлым летом, но кто давно подписан, помните, кто не подписан, ищите. А давайте я прикреплю, да? Внизу начало такую видео-энциклопедию, что такое шпинель, какие бывают цвета, какие прикольные, какие неприкольные. Вот давайте также, какие дорого стоят, какие безумно дорого, какие нафиг никому не нужны, да? Давайте, вы много просили, начинаем про корунды. Корунды это у нас рубины и сафиры, но я решил немножко расширить базу знаний, не просто картинки показать, что смотрите, это красиво, это некрасиво, да? А уже побольше как-то рассказать. То есть такая будет полунаучная информация, я постарался все самое занудное вытерпнуть, выкинуть. Это уже отдельно прям, если хотите, будем делать курсы гемологии, да? Я в прошлый раз об этом говорил. Будет несколько серий. Корунд. Что такое корунд? Это, собственно, у нас как раз рубины любого цвета, которого не бывает, про цвета потом будем, и сафиры любого цвета, и количество, которое не бывает. Корунд это минерал на основе оксида алюминия, то есть это оксид алюминия. Он бывает разных цветов. Цвета дают примеси, которые называются хромофоры. Сейчас об этом позже подробнее. Вот если он совсем чистый, вообще вот только оксид алюминия, и все, никаких хромофоров там нету, он выглядит, по сути, для человека, который не очень опытный, наверное, даже как бриллиант. Вот смотрите фоточку. Это как раз чистый оксид алюминия, он же чистый корунд, он же сафир. Тут я хочу сказать такую вещь. Корунды определенных цветов до сих пор непонятно, то есть не договорились до конца между собой ученые, гемологи, исследователи, геологи, лаборатории. Вот есть, например, розовый корунд, который до сих пор идут споры. Это все-таки рубин розовый или это розовый сафир? Или это и сафиром можно считать и рубином? Споры идут много уже, десятилетий, и они не заканчиваются. И просто для себя каждая гемологическая лаборатория решает сама. У меня прям были истории, что я беру камень из Мадагаскара был, он такой был ярко-красный, а под электричеством остался ярко-апельсиновый, то есть это был уникальный корунд. Вот я его сдавал в дорогие серьезные лаборатории, где сертификаты стоили там 600, 800, 1200 долларов. И где-то на него писали рубин, где-то писали сафир, где-то написали даже рубин-сафир. То есть это условность, это корунд, это оксид алюминия все еще, да, но вот рубин это или сафир, непонятно. То есть это условность и до сих пор непонятно, вот как договорятся. То же самое, смотрите, получается, что вот корунд, который оксид алюминия, если он совсем без примесей, да, то чистый и бесцветный, прозрачный, я часто говорю белый, вот белый нельзя по гемологии говорить, это неправильно, надо говорить бесцветный, да. Вот его принято называть сафиром, хотя на вопрос, а почему не рубином, никто ответить не может, но вот так договорились и все. Вот, собственно, надо, это я сразу о важном, да, уточнил важные моменты. Так, хромофоры, то есть это то, что окрашивает оксид алюминия в разные цвета. В основном это металлы. И с металлами тут тоже довольно сейчас расскажу все интересно. Смотрите, это какие металлы? Это хром, титан, железо, потом что еще? Ну, алюминий у нас в самом составе есть, да, есть. Например, марганец может быть и многие-многие другие. Какая ситуация с цветами? Например, невозможно сказать, что вот синий цвет это только железо или только хром. То есть получается, что, сейчас я прямо по шпаргалке посмотрю, да, вот смотрите. Хром, то есть один и тот же металл, но в разной комбинации с другими металлами, и в разной валентности, и в разном количестве, в разной форме он там, да, содержится в этом оксиде алюминия. Он может дать красный, может быть дать розовый, может дать фиолетовый, может дать пурпурный. Потом, что еще хром? Оранжевый может дать. Вот, поэтому сказать, что синий это всегда только железо, или это всегда только титан. Нельзя. Разные металлы при разной валентности, в разном сочетании друг с другом могут давать совершенно разные цвета, и они, эти хромофоры, они переходные. Вот, то есть с этим вроде разобрались. Например, вот еще, да, фиолетовый цвет может дать и хром, и железо, и титан. И они могут присутствовать вместе, там, да, могут по раздельности присутствовать. Тут же железо может дать синий цвет, железо может дать зеленый цвет, желтый железо может дать, и оранжевый тоже может дать. Поэтому четко, что железо дает синий, а титан дает там розовый, мы говорить не можем. То есть это все очень относительно, и эти металлы, они в зависимости от валентности, от количества дают разные цвета, в том числе и переходные, полихромные. Что он вроде как розовый, вроде как и фиолетовый. Этот эффект может давать один какой-то металл, вот из вышеперечисленных. Далее, тоже важный момент про корунды, да. Из цветных драгоценных камней корунды самые твердые. Мы сейчас, если мы не говорим про цветные биллианты, цветные биллианты, конечно же, еще тверже. Вот, вот после биллиантов все, что идет, корунды самые твердые. Тут очень многие заблуждаются. Мне часто пишут, что вообще мне нравятся, допустим, гранаты или танзанит. Но я почитал, что танзанит мягкий, а сапфир намного тверже. Поэтому я все-таки буду покупать сапфир. Тут у нас заблуждение. То есть, что такое мягкий камень, я не понимаю. То есть, смотрите, оно все хрупкое. Я говорю, а вы почему хотите сапфир? Потому что его, видимо, сложнее как-то разбить. Мне отвечают, да, он намного тверже, значит, он прочный. Нет, ребята, твердость и прочность тут это совершенно разные понятия. То есть, напоминаю, что и биллианты, и корунды, в частности, сапфир, рубины, элементарно не очень сильным ударом об железку, об бетон, об керамику. Можно расколоть, разбить вообще в пыль. Я проводил эксперименты. Вот, смотрите, видео молотком расфигачив в пыль просто вообще рубины, сапфиры и черные биллианты. Черные биллианты по твердости, они точно такие же, как и белые нельзя говорить, помним, да? Как и бесцветные биллианты. Вот, то есть, твердость, это ни в коем случае высокая твердость по шкале МОЗа. Это ни в коем случае не говорит о какой-то неуничтожимости. Его легко повредить. Стукнул об железку. Я он когда-то в машину закинул чемоданы и быстро оттуда вытаскивал руки. Ну, спешил куда-то что-то в аэропорт, мы опаздывали. И изнутри багажник был открыт в машине, стукнулся, да? И сапфир себе разбил. Не прям в пыль, ну, там кусок довольно приличный отлетел. Сейчас в ресторанах очень много плохие люди делают столы из какого-то камня, керамические там какие-то, имитация непонятная, то ли керамики, то ли камня, с железными там ободками. Вот тоже стукнуться, там, не знаю, сидишь, там взял это, руку опустил в карман, потом в штанах, да, вынимаешь, стукнулся вот так вот. Ну, все, в принципе. Причем, вот, неважно совершенно, какая твердость по шкале МОСа. То есть, расколется, они все очень хрупкие. Нехрупких, драгоценных, полудрагоценных камней не существует, к сожалению. Да, бриллиант, это граненый алмаз и корун, сапфир, рубин, намного сложнее поцарапать, чем, допустим, гранат. Но, опять же, у меня, я смог, я смог поцарапать сапфир. То есть, я носил кольцо сапфиром, потом через какое-то время смотрю, а там царапины. Хотя, вроде как, по науке его можно поцарапать только бриллиантом. Но я на 100% уверен, что бриллиантом я по нему не водил. Это точно, я гарантирую. Но вот я смог. Потом, смотрите, можно не поцарапать, а можно вот грань, да. Вот она у нас идет. То есть, он ограненный. И если взять с усилием, с применением усилия, вот с нажимом, гранью, потереть, опять же, об железку, об керамику, об камень какой-то, бетон, то грань сколится, поколится вот по вот этому острому месту, да, вот где, у нее, не знаю, как называется правильно, острие, там, верхушка, вершина, неважно. Там все поколится полностью, то есть, в принципе, та же самая царапина. То есть, это будет микросколы, которые внешне будут выглядеть, как будто такая потертость или царапина. Это легко сделать вообще. Поэтому не смотрите никогда на твердость. Все драгоценные камни всегда надо носить очень аккуратно, очень аккуратно. Колятся одинаково, легко, все. Если бриллиант сафир уронить на бетонный пол, на кафельную плитку, вот в кольце, кольцо, допустим, перстень мужской, тяжелого, придает ему ускорение, и он грохнется. Вот с высоты стола, обычного стола, то есть, не нужно на 50 метров куда-то залазить, да, уронить, можно запросто сколоть кусочек. То есть, поэтому на твердость ни в коем случае не смотрим. Это такое вообще принято убеждение, заблуждение, которое очень многие подстегивают продавцы, к сожалению, в магазинах. То есть, я лично присутствовал в магазине якутские алмазы или якутские бриллианты, где продавец покупателям рассказывал, что бриллиант невозможно уничтожить. Это самое твердое вещество во Вселенной, и вы вот его сейчас купите. Он вообще не уничтожимый. Уже у нас это, солнце погаснет, Вселенная вся схлопнется, а ваш бриллиант так будет как новенький. Неправда, ребята, не ориентируйтесь на это. Так, с твердостью разобрались, да? Теперь смотрите, корунды можно условно разделить на ювелирные и неювелирные. Неювелирные, смотрите опять же видосик. Пожалуйста, яркий пример. Я когда ездил в Танзанию на добычу рубинов, там вот такенные здоровые куски, килограмм по 5, по 10, по 20 килограмм, их прям из шахты вывозят или скидывают. Они там отвалами лежат. Это корунд. И если его сдать на любой сертификат, Губилин, ЖРС, МГУ, там напишут корунд в скобочках рубин, или рубин в скобочках корунд. Но это корунд не ювелирного качества. Он весь забит полностью включениями, он матово-молочный, очень сильно трещиноватый. Из него, из них, знаете, режут там какие-то статуэтки, фигурки. Он не стоит ничего. Если приехать прямо на добычу, там можно накупить десятки, вернее, купить. Набрать, сколько унесешь. Мне сказали, нравится, забирай. На рынке продают уже, привезли из добычи, да, с доставкой в город, в Арушу. Ну, такой вот 5 долларов продают. А он бывает прямо в породе, там зелененькое вокруг, это циазид. Да, бывает он уже очищенный от породы. Ничего не стоит. Это как раз вот тот самый не ювелирный корунд. По сути, называть это драгоценным камнем мы не можем. Никак вообще. Последние, наверное, полгода, мошенники очень бодро, очень активно впаривают их. Людям, которые не разбираются. Пишут мне постоянно. Я уже об этом снимал отдельное видео, прикрепляя его. И в Инстаграме подписывайтесь. Я постоянно выкладываю, скриню прямо переписку с ними. Предлагают за сотни тысяч и миллионы долларов сам рекорд пока на этот год, на данный момент рекорд. Мне предлагали такой вот, что он килограмм 10, наверное, весил. 220 миллионов долларов. Это вот как раз тот самый поддевочный материал, с которого статуэтки режут, продают там потом рублей по 500, не знаю. То есть, это не ювелирный. Это вот мошенники этим занимаются. Кстати, да, там довольно смешно бывают, у нас смешные диалоги. Я прямо скриню диалоги с этими мошенниками. И выкладываю в Инстаграме, поэтому подписывайтесь, если пожать хотите. Бывает, что люди хотят меня обмануть и пишут мне это. Бывает, что их обманули, им сказали, смотри, это очень крутой камень, продашь, продавай, продашь, я тебе дам там 5%, да, например. А бывает, к сожалению, что мне уже пишут люди, которых уже обманули. Пишут, привет, Константин, я тут инвестировал в уникальный рубин. Я там, господи, хоть бы не оно. Пишут, покажите. И показывают, смотрите, уникальный рубин, 10 килограмм. Сертификат, это не поддельный. Если это Губелин, ЖРС, МГУ, он настоящий. Дело в том, что, ну, если мы сдадим щепень, нам напишут щепень. Тут мы сдали корун, пишут корун, все по-честному. Но это не ювелирного количества, он ничего не стоит. Так вот, это корун, да? И вторая часть корунтов, это ювелирные. Это у нас сапфиры и рубины, которые не совсем понятно, по какому принципу у нас делятся на сапфиры и рубины. Мы не всегда понимаем, и это до сих пор будут споры. Я об этом говорил. Так, разобрались. Так, что у нас из такого? Про цвета мы в следующий раз с вами будем разговаривать. Давайте теперь... А, вот, вспомнил. Значит, смотрите. Месторождения бывают двух типов. Бывают коренные. Это когда, например, в какой-то твердой породе содержится корун, рубин, сапфир, неважно. Давайте пока называем их корунами, да? Это может быть и базальт, это может быть мрамор. Но, например, базальт я не люблю, потому что он очень твердый. Там надо, значит, зубилом, молотом кувалдой фигачить. Очень тяжело. В основном их взрывают. Мрамор я люблю. Мне очень понравилось. Я был в Вьетнаме на таком месторождении. Берешь кувалду, берешь. Мрамор уже очень такой хрупкий, мягкий. Да, он рассыпается. Легко очень крошится. А там внутри прям кристаллики. И очень приятно. И прям, я помню, мы шли туда часа три. Прикрепляю это видео тоже, смотрите. Часа три мы туда шли. Я устал так. А когда пришли, я там первый раз ударил. Прям раскололся. А там кусочек спинели маленький. У меня прям силы такие. О, появились. Очень азартно. И неутомительно. То есть ты бьешь, там бьешь. Он крошится, крошится. И быстро процесс идет. Кроме вот вышеперечисленных пород, там еще и десяток. Разные геологические породы. Значит, где, вот какие бывают коренные. То есть это когда гора или на глубине шахту делают, добыча. Ну вот кристаллы или корун содержатся у нас в твердых породах. И бывают мои любимые рассыпные. Это что получилось? Смотрите. Ну, например, сдвигались у нас две плиты. Дрифовали, да. Дрифовали друг другу навстречу. Вот так показываю. Наехали одна на другую. В результате трения там получилось. Давление, температура, все как нужно. Получились у нас корунды. И, например, потом это вот так вот и гора получилась. И вот эту гору за миллионы лет разныло дождями. Горы уже давно нету. И, допустим, если это был мрамор, он вообще быстро точится очень дождем. Он расточился. От него вообще ничего не осталось. Практически там какие-то уже элементы в почве. А потом речка все это растащила. Вот корунь сам, камень, да. То есть оксид алюминия наш. Растащила по долине. А потом, допустим, там начала расти трава, лес. И все это еще сверху покрылось, например, черноземом. Или там каким-то, какой-то почвой. И вот это у нас, получается, рассыпные породы. Такое мне очень нравится. Потому что там вообще не надо ничем махать. Там опадки так. Ну, как правило, они не очень глубоко. Хотя бывают, да, глубокие. Но, например, в Вьетнаме они неглубокие. В Танзании мы вот копали рассыпные алмазы, помните, да? То же самое. Там по колено стоишь, в теплой водичке. Там на пол штыка копаешь. Прям курорт вообще. И достаешь камни. Вот такое я прям сильно люблю. Но там есть свои плюсы и минусы, да? Если, например, при добыче на коренных месторождениях, когда или кувалдами долбят скалу или взрывают, есть высокий шанс найти красивый крупный кристалл, то когда это рассыпное месторождение, то есть когда речка разнесла или сама гора в результате выветривания развалилась, да? То есть там по-разному дождем размыло, неважно. Там шансов уже меньше. Почему? Потому что довольно часто эти кристаллы, которые изначально были красивыми и ровненькими, про форму кристаллов тоже отдельно будем с вами разговаривать. Их уже разнесло, допустим, миллионы лет их точили дожди и катили. Или речка их катила, или там почва сдвигалась их, перетаскиваясь с места на место. Они уже часто могут быть похожи на окатыши, не такие красивые, как кристаллики. Но зато они очень доступны, их намного приятнее, интереснее копать. Так, с этим тоже разобрались. Далее, и коренные, и рассыпные месторождения делятся на огромное количество разновидностей. Там множество классификаций со сложными названиями. То же самое, там до сих пор не договорились, какое, как правильно называется, какая, где должна быть глубина. Почему это относится к этому термину, вот этому, я думаю, что нам пока это лишнее. И когда будем делать курсы гемологические, там мы об этом подробно поговорим. Сейчас смысла нет, тем более, что в разных источниках одни и те же месторождения в гемологической литературе относят к разным видам месторождений. Но поэтому я не буду сейчас вас грузить и запутывать, зачем. Вот два, запомните, коренные, это гора, или когда в породе, вот, земля, то есть, да, в твердой какой-то породе. Вот, и рассыпные. Так, теперь, смотрите, давайте пройдемся по карте. Я буду стараться делать не очень длинные серии. По карте пройдемся, и для первой серии достаточно, я считаю, вполне. Так, открываем карту. Ну, давайте пойдем. Это что у нас такое? Это где вообще добывают, в принципе, корунт. То есть, как следствие, рубины и сафиры. Да, где их в мире добывают. Здесь, независимо от качества, вот, все присутствует. Прямо все пройдемся, полностью перечислим. Совсем плохого качества корунт, он есть практически везде. Я знаю, что в России он есть и на Урале, и в Карелии, но он не ювелирный вообще. То есть, мы сейчас будем обсуждать места, где хотя бы чуть-чуть иногда попадается что-то похожее на ювелирное. Вот давайте так, да, сформулируем. Опять же, интересный момент, что вот из общего объема добычи, почему рубины и сафиры стоят так дорого, да? То есть, рубин вообще самый дорогой камень на планете Земля. Сафиры тоже дорого стоят. Десятки, сотни тысяч долларов и миллионы долларов могут стоить. Я когда-то показывал вам сафиры из Кашмира за 22 миллиона долларов. То есть, вот такие цены. Смотрите, рубинов, которые вот достали, и они ювелирного качества, то есть, добыли их, да? Они ювелирного качества, их можно гранить и продавать, то есть, которые именно годятся для наших с вами делов в лечении. Их 0.8% от общего объема добычи. Меньше 1%, поэтому, конечно, дорого. А работа производится для извлечения породы во время добычи одинакова для всего, да? Вот для всех там получается 99.2%. Все тратится там. Взрывчатка, электричество, отопление, еда, ну, смотря какой регион. Сафирами чуть-чуть получше ситуация. Там по разным источникам 1.6% или 1.8%. Это сырье хорошего ювелирного качества. Все остальное идет или по девочной, или брак на выброс, или на заливки всякие. Про заполнение, заливки, имитации будем отдельно тоже. Мы прям корону разберем вообще все. Цвета, имитации, подделки, все-все. То есть, несколько серий будет. Так, давайте вернемся к карте. Значит, смотрим. Давайте начинаем с Австралии, да? В Австралии добывают и добывали и сафиры, и рубины. Рубины я в руках держал много раз. Австралийские камни, да, в основном. То есть, я сам пока там не был на добыче. Но так как у нас Бангкок – это мировой центр, как бы вообще по ювелирному искусству, да, и бизнесу, то на выставках мне много раз попадались. И там есть такая башня GTC. Будете в Бангкоке, заезжайте. Там второго, третьего сорта камни, но их очень много. Можно прям за день насмотреться там вообще вдоволь. Моего уровня камней там нет. Поэтому я там ничего не покупаю. Плюс там еще и дорого. Ну вот там я видел австралийские сафиры. И очень много картинок в интернетах смотрел тоже. Смотрите, они и рубины, да. Рубины там заполнены очень сильно, забиты включениями. То есть, они такие матовые, трещиноватые, правильно это называется. То есть, когда много-много включений там. И они такие матово-молочно-розовые. То есть, не годятся для наших целей. То есть, это прям такой третий сорт. Сафиры в Австралии им не повезло вот с этими металлами, которые дают цвета, да. Они или вообще черные совсем. Ну, практически. Как и тайские тоже. То есть, смотрите, его смотришь на улицу, он черный. В помещении смотришь, он черный. Если вот берешь камень и фонариком светишь с другой стороны, то он получается темно-синий. Или они, наоборот, очень светлые и бледные. Совершенно австралийские сафиры. Плюс они содержат много включений. И тоже, как правило, содержат довольно большое количество трещин. Плюс они еще и маленькие. Ну, то есть, по мировым меркам это прям, ну, второй-третий сорт. То есть, не особо. Ну, я, например, австралийского сафира красиво никогда не видел. Дальше. Камбоджа. В Камбодже интересная ситуация. Опять же, смотрите видео. Контрольная закупка в Камбодже моя, да. Там действительно было месторождение, которое давало хорошие, судя по фото-видео материалам, которые я наблюдал, сафиры синие. Они были с таким интересным оттеночком, немножко уходили в какой-то металлический такой, да. И такие же матово-розово-молочные, негодные ни на что рубины. Называется место Пайлин. Пайлин. Когда-то, оно, говорят, было знаменитым. Но это там лет 40-50 назад. То есть, я еще был далек от всех этих дел вообще. Я много раз ездил в Камбодже, мне очень нравится. Там Жанкарлат, это древний огромный каменный город, да. Индуистский, буддийский комплекс. И там вообще огромное количество построек. Рекомендую поехать. Так вот, я огромное количество времени потратил на то, чтобы найти все-таки, посмотреть вживую, поддержать в руках камбоджийские драгоценные камни. И я все это потратил, это время с нулевым результатом. То есть, я ни разу не смог добиться, чтобы мне их показали, потому что их давно уже, давным-давно-давно-давно не добывают. Но так как вот еще в те времена продавали, туристы знали, что если едешь в Камбодже, там можно купить камень. Там сейчас все завалено подделками. То есть, имитация, синтетика, стекло точеное, прям очень много. Везде магазинов громадное количество. Говорят, что это государственные, что все добываем прямо здесь. Ну, видео смотрите, там все понятно. И очень много из Таиланда привозят залитых стеклом. Про заливку стеклом я не так давно видео снимал, да, посмотрите. Прикрепляю его тоже тогда. Расскажу вам вкратце, как это все там выглядит. Приезжаешь в крупный магазин серьезный, продавцы в костюмах, микроавтобусы, там чай, кофе наливают, даже коньячка могут пивка налить. Смотрю. Ну, первый признак какой. Витрина. На витрине несколько сот ярких, крупных, чистых рубинов. Такого не бывает. Их в мире столько нету. Второй момент. Они все одного цвета. Третий момент. Они все идеально чистые. У меня серьга стучит об этот микрофон. Ну, все. Тут все понятно сразу становится. Говорю, ребят, а есть натуральные? Говорят, а это натуральные. Я говорю, ну что вы мне рассказываете? Смотрите, они все одного цвета, все идеально чистые и все вот такие вот там, да? И все яркие. А, ну хорошо, ладно, давайте сейчас мы вам пока натуральные проводят. У меня в другую комнату. Там то же самое. Говорю, вы, видимо, я, видимо, неправильно как-то это объяснил. Ну, мне нужны натуральные рубины и сафиры. Посмотреть бы. А, так вам совсем натуральные нужны? Заводят в совсем маленькую комнатку. Там дверь на коде открывается. Говорят, вот тут у нас для отдельных VIP-клиентов у нас вот тут прям натуральные вообще. Смотрю, там тоже синтетика, заливка стеклом, стекло. Говорю, ребят, ну вы что, издеваетесь? Ну, я, правда, вы бы сказали бы, что нету. Ну, мы бы ушли. Мы сколько времени потратили? Подождите. Мы сразу не понимали, что вы разбираетесь. Сейчас все будет. По рации там трам-пам-пам-пам-пам. Приходит такой мужик солидный в дорогом костюме, в галстуке. Чемоданчик у него такой, знаете, металлический, красивый, дорогой, брендовый. Он там, значит, этот колесики крутит, ход вводит. Потом два ключика, одновременно они поворачивают. Открывают, говорят, вот, тут у нас натуральные. Смотрю, то же самое, блин, что в первой комнате на витрине. Ну, вы что, ребят, ну вы издеваетесь? Совсем два часа уже прошло. А в Камбудже все адски медленно, как в Таиланде. Говорят, а, ну, тогда ладно, тогда смотрите. Сейчас вот это наш охранник, мистер там какой-нибудь Бунчуй. Он у вас сейчас идет на улицу, вы, пожалуйста, больше к нам не приходите. Он вам сейчас покажет выход. И даже вас микроавтобус бесплатно завезет в отель. Ну, то есть, чтобы мы не распугивали клиентов. А там народ на потоке покупает. Они выписывают, опять же, вот как везде, сертификаты вот эти от руки, да. Там все у них королевское, государственное. Ну, то есть, мое мнение. Ну, вот, я, смотрите, я по карте сейчас вам рассказываю то, что я видел. Если где-то я не видел, я скажу, вот тут я ничего сказать не могу и не видел, да. Мое мнение, давно уже в Камбодже нет драгоценных камней. Скорее всего, там можно купить синтетику или тайскую заливку стеклом. Это все. Ну, по крайней мере, я найти не смог. Может быть, где-то в старых запасах у каких-то там богатых людей дома. И вот они захотели продать, но они, опять же, продадут уже своим каким-то. Так, с Камбоджей разобрались. Лаос то же самое, что Камбоджа один в один. Не будем тратить время. Когда-то добывали. Сапфиры вроде были. Рубины были сразу молочные, белесые, ни на что не годные. Все. Вьетнам. Смотрите, в Вьетнаме какая ситуация. Там рубины то же самое. То есть, молочные, белесые полностью все во включениях. Третий сорт. Там есть очень-очень яркие синие, розовые сапфиры. Очень крутого цвета. Смотрите мое видео с Вьетнама. Но они очень мелкие. Там 0,7 карат, 0,5 карат. Ну, самый крупный, который я видел, наверное, 1 карат. Они реально офигенного цвета, но они действительно очень мелкие. Я не работаю с такими мелкими камнями. У меня как-то, знаете, фантазия больше на крупные. Вот я там придумываю, как поставить, куда. А кольцо с камнем, которое и толком и не видно, я, если честно, не совсем понимаю. Смысл этого кольца. Ну, мне не нравится. Лично я стараюсь делать то, что мне нравится. Поэтому получается, что рубины третисортные, сапфиры офигенские, но очень маленькие. Там много других камней, раз мы про Вьетнам заговорили. Там очень крутая шпинель, там очень красивые гранаты и много чего еще. Но это давайте уже, когда мы не про корунды будем. Далее, Таиланд. Тайцам не повезло сапфирами и рубинами с корундами. У них вот те самые металлы. Они в такой валентности, в таком количестве. И в таком взаимодействии между собой, что у них сапфиры, вспоминайте. То есть, их там добывают реально корунды в громадных количествах. Вот смотрите видео, опять же, про добычу. Прямо экскаваторами и сотни килограмм в день добывают корундов. Но они, так же, как и австралийские, черные совсем. И рубины, и сапфиры. И то, и то. Я знаю, что там цвет дает железо. Но вот, видимо, а то там в какой-то неприятной форме. Вот, и ребятам не повезло. Настолько богатейшие залежи. То есть, там прям добывают сотни килограмм в день. И оно вообще не заканчивается. Уже много-много лет. Эскаваторами копают. А вручную до этого веками копали. Тоже получается, что рубин, он всегда черный. Если ты на него светишь вот так вот сзади, он будет такой черно-бурый. Ну, то есть, это совсем не то, что нам нужно. Мне такое не нравится. Я такое не покупаю, не продаю. С сапфирами то же самое. То есть, нужно специальное освещение. Вот сзади фонариком посветить. Тогда он даст какую-то синеву. Но если ты не светишь фонариком сзади, он будет просто черный. То есть, как бы это не мой уровень. Некоторые из вас сейчас скажут, Константин, а как же так? А мы вот были в Таиланде в отпуске. И мы заезжали. Там есть Джемс Гэллери. Это сетевой магазин. Он на всех курортах есть. И есть Волт Джемс. Тоже сетевой магазин. Тоже есть на всех курортах. Это прям громадное предприятие. Там работают сотни, если не тысячи людей. Там только вот я знаю, что у них автопарк микрофонарк. Микроавтобусов, которые вы туда можете позвонить. Вас в отеле заберут. Потом в отель отвезут. Что-то там впадает в Джемс Гэллери 600 микроавтобусов. Если я ничего не путаю. Мне кажется, что я не путаю. То есть, это прям индустрия. Что они делают? Они берут вот эти вот черные с синеватым чуть-чуть отливом сафиры тайские. И черные с буроватым отливом рубины. То есть, тайские корунды. Они их греют. Они их заливают стеклом. Они делают с ними всякое разное. И они очень много денег тратят на профессионально крутое осветительное оборудование. То есть, у них там стоят очень дорогие специальные лампочки. Ты когда смотришь там в магазине, ты такой... О-о-о! Вот это да! Ну, многие люди, действительно, впервые в жизни, будучи там, в этом магазине, видят в таких количествах. Так, кстати, синтетики нету. Это вот то, чего нет, того нет. Синтетики там нет. Видят рубины сафиры. Они, наверное, и думают, что ну, такое должно быть темноватый. Темноватый, как бы, да. Но там проблема в том, что этот сафир, он под этим правильным освещением специальным, да, дорогим. Он будет темно-синий, рубин будет темно-красный. Вы купите, вы выйдете на улицу, и больше он такого цвета не будет никогда. Потому что солнце не дает такой правильной температуры, да, освещения. И, соответственно, дома у вас такого освещения вообще нет. Таких лампочек профессиональных, специальных. Поэтому, ну, это не то, чтобы обман. То есть камни натуральные. Если он гретый, там написано, что он гретый. Они тоже не делают сертификаты, они от руки выписывают, как в Камбодже. Но чтобы подкидывали синтетику, я таких историй там не знаю. Я там проводил очень много времени, будучи гидом. Я, когда приехал в Таиланд, я первый там лет 8 работал гидом в чужих туркомпаниях. Потом открыл свою. Дело в том, что там вся госполитика и туризм устроена так, что все туристы, которые попадают вообще в Таиланд, должны проходить через эти магазины. Их там потоком прогоняют. Неважно, китайцы, русский, канадец, японец, всех туда провозят. Значит, они платят 50% комиссию туркомпании, которая привезла туристу. Ну, вот смотрите, я привез человека, он купил на 1000 долларов, 500 отдают мне. Ну, к сожалению, мне не давали эти 50%. Понятно, что это все компания, туркомпания себе забирает. Нам гидом давали там 2-3%. Бывало такое, что вот мы там втроем приехали, 3 автобуса, нам дали 3% на троих. Ну, даже так выходило, что-то я помню, неплохо, там пару тысяч долларов в месяц выходило. То есть, это не обман. И я говорил всегда, что смотрите, ребята, тут подделок нету, но камни темные. А кому-то такое даже нравится. Вот, мне лично нет, поэтому я такие камни не продаю, не покупаю. То есть, получается, что в классическом понимании с синими сафирами и с красными рубинами тайцам не повезло. Чем вам повезло? Мои любимые черно-звездочные сафиры. Смотрите картинку, кто не видел, да. Нигде больше в мире таких не существует. Залежи были большие, лет 15 назад они иссякли, может быть и больше. Но пока еще по бабулям, по дедулям, по старым запасам у меня получается что-то собрать. Это прям вот в топ-3 моих любимых камней входит. За это вот спасибо огромное природе, что в Таиланде, смотрите, с этим не повезло, зато вот звездчики какие офигенские. Там рутил, то есть титан, металл, да. Рутил это титан, он из титана. Он дает вот такие потрясающие узоры. И есть сафир, который бывает только в Таиланде. Его больше нигде нету. Он полихромный, ярко-желтый с ярко-синими включениями, такими пятнами, да. Вот именно вот такие оттенки, такое сочетание есть только в Чентебури. Больше нигде в мире не бывает. То есть это такие индейники, два сразу в одном месте. Это вот черные звездчики, мои любимые, да, с золотым рутилом. И которые с титана. Золотой это цвет, а то сейчас подводите меня, я знаю. И вот эти вот полихромные. К сожалению, и то, и другое уже давно не добывают. Я выкупаю старых запасов. У меня, кстати, вот эти вот полихромные 3-4 стучки лежат. Я купил, потому что просто вот были. Это год назад произошло. И больше с тех пор их на рынке не появлялось никогда. У меня моя сотрудница постоянно мониторит. Туда каждый выходной приезжает на рынок ко мне драгоценных. Поэтому, если хотите что-то уникальное, пишите. Я 1 или 2 уже продал. Еще парочка у меня на руках. Так, с Тайвандом разобрались. Бирма. Бирма. Там присутствовали корунды. К сожалению, то, что мы называем рубинами, истощено давно, больше 25 лет назад. Сейчас что-то по чуть-чуть там добывают. Но это совсем не те уже рубины, которые были раньше. А до этого их добывали тысячи лет. Тысячи лет. То есть, несколько веков до нашей эры их уже добывали точно 100%. Потому что их находят в Европе, где-то в Египте, в захоронениях, в могилах. Тогда их не умели гранить. Их там кое-как обтесывали. Но по включениям точно устанавливается по составу, что это Бирма. Смотрите, если до нашей эры, значит, уже тысячи лет. Потому что у нас сейчас 2000-й год. То есть, и получается, что тысячелетиями веками Бирма это было единственное место в мире, где добывались супер-мега-яркие, красивые, красные, алые рубины. И это как бы теперь эталон вообще. То есть, вот все равняются на бирманские. Получается, что их очень долго. Просто это было единственное место в мире, где вообще добывали вот такие качественные рубины. Потом они там закончились. И примерно в это же время, когда они там закончились. Нет, получается, лет 15 спустя. Дату я скоро назову сегодня. Нашли в Мозамбике месторождение рубинов, которые, в принципе, очень часто по уровню качества, по цвету, по частоте, можно сравнить с бирманскими. То есть, это классика. Больше хороших рубинов в мире нигде нет. Раньше была только Бирма, сейчас только Мозамбик. Запоминайте, да? А бирманские, вот они могут быть одинаково. Допустим, ярко-красный, алый 5 карат. Из Мозамбика негретый. Точно такой же ярко-красно-алый. Тоже 5 карат, тоже негретый. Вот их держишь вместе, они идентичные. Но бирманские будут всегда в 10, в 20, в 30 раз дороже. Почему? Потому что это бренд. Ну, вот бирма, как бы бирманские рубины или бурма еще называют, да? Это бренд, это уже давно не украшение, это инвестиции. Они вот, их уже давно не добывают, они по рукам по кругу ходят, да? И миллионеры друг у друга их перекупают. Именно инвестируют. Они в рост идут вверх просто с громадной скоростью. То есть, это одни из лучших в мире инвестиций. Положиться в рубины. Дальше. Про корунды из бирмы. Сафиры. Разного есть цвета. Полихромных я никогда не видел. Я видел розовые, фиолетовые, сероватые, синие, голубенькие. Наверное, это все. Зеленых я не видел из бирмы, но это не значит, что их там не было никогда. Пока еще добывают. Но очень мало. То есть, тоже добыча истощена, да? Что могу про них сказать? Я никогда не видел сафир из бирмы, который просто вот огонь, в обморок можно упасть. Насколько он яркий, насколько он красивый, да? Насколько у него необычный цвет. Они такие всегда умеренно синие, умеренно фиолетовые. Не так, что прям супер яркий вырви глаз. Но так как бирманские рубины это бренд и имидж это дорого. Они потянули за собой сафиры. Это тоже имидж и бренд. Очень много антикварных украшений. Всякие коллекционы, коллекционеры, миллионеры, инвесторы друг у друга перекупают. Я смотрю, говорю, слушай, а за что там 5 миллионов? Ну, он же такой. Ну, он синий, но он бледный синий, да? Его не назовешь каким-то ярким, офигенным, уникальным. Говорят, ну, потому что это бирма. То есть, видите, это такой бренд. Я лично ни одного красивого сафира из Бирмы я не видел. Рубинов видел очень много. Ну, как очень много? Десятки. Ни сотни, ни тысячи. Их там столько не добывали. Так, еще интересный момент, что очень многие бирманские рубины и сафиры, которые стояли веками в коронах у всяких империй, да? У царских особ, и в российской, и в британской, и в английской. Потом, но по проверке оказались, когда вот недавно совсем их стали проверять, они оказались шпинелью, синий и красный. То есть, это даже... А люди думали, что это синий, это сафир, красный, это рубина. Понятно. Про шпинель мы уже говорили, я об этом рассказывал даже. Так, про бирму понятно, да? То есть, это эталон, мировой эталон просто вот по рубинам сафиры. Ну, не сказал бы. Так, дальше идем по карте. Смотрите, Индия. Ничего не могу хорошего сказать про индийские камни. Мне много раз говорили, что они все-таки там есть. Но индусы штампуют подделки в таких количествах, что если там и есть эти камни хорошие, настоящие, натуральные, они там тонут в этом, в мегатонных подделках. Я просто их никогда не видел вообще. Все, что я видел из Индии, и мне очень много вы присылаете, к сожалению, что смотри, мы были в Индии, купили рубины, сафиры, изумруды. Все на 100%, все, что я видел, всегда оказывалось подделкой. Причем это даже не там залитые стеклом корунд. Это вообще какой-нибудь циазид со стеклом, с цветным, крашеным, мрамор с пропиткой там. Что только не делают. То есть ничего хорошего про индийские корунды сказать не могу, потому что я их просто не видел. Я видел когда-то кристаллы, красный корунд, ну типа а-ля рубин, не эвелирного качества, полностью весь заполненный трещиноватый, заполненный включениями, матовый. Ну то есть это подделочный уровень, вот как в Танзании. Далее, Пакистан и Кашмир, да, это примерно одно и то же. То есть вообще Кашмир это границы Индии и Пакистана. Там появилась вторая легенда. Вот первая это бирманские рубины, да, вторая легенда. Это Кашмир, пограничная территория между Пакистаном и Индией. Там несколько сот лет добывали синие сафиры, которые тоже стали брендом. Как когда они стали брендом, это когда была индийская колонизация. Индусы захватили власть управления в Индии, да, вот, и они эти сафиры вывозили, дарили царским особам, по всему миру в том числе и к российским царским особам это попалось. И вот потихонечку они вошли в моду, и сейчас это такие же инвестиции, такой же бренд, именно кашмирские сафиры. Рубины там, смотрите, ниже все, что рассказывал про плохие рубины, матовые, молочные. Ну, давайте их назовем сразу негодные. Вот, чтобы каждый раз про каждую страну это не рассказывать. У нас везде они будут негодные, кроме Бирмы и Мозамбика. Рубины там негодные, а сафиры там, я видел их несколько раз, кашмирские, они стали легендой. Именно потому, что их носили царские особы. Опять же, как и в Бирме, но это мое личное мнение, да, я не скажу, что они какие-то офигенные, суперкрасивые, яркие там. Я таких не видел. Может быть, они не попадались. Но у них есть определенный такой, знаете, шик. Там есть включение, супермикроскопические. Они в определенной направленности стоят. Они создают такой визуальный эффект, который называется шелк. Вот, посмотрите, картинка. Это не кашмирский сафир, но в нем шелк, типичный кашмирский. Видите, такие вот белесовые матовые муть, которые имеют направленность в определенную. Вот это вот называется кашмирский шелк. В кашмирских сафирах синих, как правило, он всегда присутствовал. И именно он такой является визитной карточкой. Это у нас сафир звездчатый из Мадагаскара. Но я посмотрел, что шелк в нем типичный кашмирский. Поэтому я решил вам показать. Вот. Я видел это много раз. Но, чтобы прям сильно впечатлило, какой-то яркости у своей нет. Но вот этот шелк, он придает какой-то характер, атмосферу. И вот он считается, что это хорошая инвестиция. Опять же, я видел много раз, по рукам ходят антикварные изделия. Там 18 века, 19 века. Ну, смотришь сафир так себе. Вокруг крупные биллианты всегда, как они брошь. Да, модно было тогда брошь и носить. И ценник там пипец вообще. Там миллионы долларов. Говорю, за что? Говорю, так это же кашмир. Ну, вот, собственно, тоже инвестиции. Это покруче, чем земля или биткоин. Потому что гарантированно стабильно растет вверх. Никогда, никогда не дешевели они. Ни вторая мировая, ни первая мировая, никакие там катастрофы, ковиды не привели к подешевению. Допустим, кашмирского сафира или бирманского рубина. И это инвестиции, которые ты всегда в карман можешь положить и вывезти куда-нибудь. Это, конечно, очень удобно. Так, дальше. Афганистан. Сафиров толковых никогда оттуда не видел. Рубины все негодные. Помните, что это такое, да? Далее, смотрите. Силанка и Мадагаскар мы рассматриваем как одно целое. Почему? Потому что с точки зрения геологии и гемологии это действительно одно целое. Когда плиты дрейфовали, да? Вот плита разорвалась на две части и разъехалась в разные стороны. Вот так вот с Силанком и Мадагаскар друг от друга делились. Когда-то это было одно целое. Но в свою очередь они оторвались еще от Африки, да? Поэтому рубины там одинаково плохие. Негодные, считаем, в скобочках. То есть матовые, молочные, белесые, понятно. Уже устал это повторять одно и то же, поэтому негодные. И одинаково великолепные, хорошие, классические синие сапиры. Вот, на мой взгляд, намного круче, чем в Бирме и чем в Кашмире. Но они дешевле. Могут быть дешевле. То есть ланкийский или мадагаскарский синий, яркий, насыщенный. Вот прям божественный. Смотрите, пример показываю. Вот, на мой взгляд, это прям великолепный сапир. И рядом будет какой-то намного бледнее, мутненький, со включениями. Но вот этот, который хуже, он будет дороже в десятки раз просто потому, что он из Бирмы или из Кашмира. А вообще, принято считать, что вот классика, да? Это вот по синим сапирам, это прям вот с Шилангой в Мадагаскар. На мой взгляд, обычные, когда вот там 5, 10, 20 карат, это какой бы он яркий ни был, это не инвестиции. Если только мы его не купили супердешево и переподобили, это спекуляция, да, получается. Нельзя назвать инвестициями. Почему? Потому что месторождения синих, ярких, качественных сапиров на Шиланге, на Мадагаскаре очень стабильные. Они очень обильные. То есть, там много добывают, и они не планируют заканчиваться. Поэтому, на мой взгляд, такого, что купил, ну, как рубин, да, я купил за 3 тысячи, продал там за 17. А стоил он уже 25 на тот момент. Но я всегда ниже рыночной цены продаю. Такого синими сапирами не провернуть. Их добывают много, добыча идет интенсивно. Более того, на Мадагаскаре каждый год открывают новые месторождения крупные, их много. То есть, просто носить можно купить. Чтобы сохранить деньги от инфляции, можно. Потому что он, ну, по чуть-чуть он в цене растет, да. Но, чтобы заработать, там, через 5 лет продать в 3 раза дороже, синие сапиры для этого не подходят. Если это не какая-то удачная покупка, в скобочках читаем спекуляция. Про цвета, какие бывают цвета, оттенки синих сапиров, это мы будем отдельно разговаривать. Чем в плане корундов отличается Мадагаскар от Шиланкин? На Мадагаскаре есть мои любимые полихромные сапиры в громадном количестве оттенков цветов, сочетаний. Там и красно-оранжевые, и зеленые с желтым, и чего только нету. Это отдельно цветовые подборки, я буду показывать. Есть просто зеленые тоже, в большом количестве вариаций по цветам, да. На Шиланке нет, там в основном классика. Там желтые, синие, розовые, фиолетовые, да, лавандовые есть. Вот, Мадагаскар в плане цветовой палитры, именно по корундам, по сапирам, он намного богаче. По рубинам и там, и там ноль. Ну, то есть они есть, но очень плохого качества. Так, поговорили об этом. Переходим, давайте в Африку перемещаемся. Так, Кения и Танзания тоже объединим, потому что там рядом, там месторождение в районе города Аруши, и там как раз граница недалеко проходит, она, по сути, месторождение разрезает на две части. Допустим, Саварит, зеленый гранат, есть и там, и там. Рубины негодные совсем, вообще, смотрите, видео прикреплял, да. Сапиров, хороших, качественных, хорошего цвета, то же самое, не видел там, и никогда не видел их в продаже, и не видел их на рынке. Я думаю, что и действительно нету. То есть там корундов добывают очень много, но они все в основном поделочного качества, то есть не ювелирного. Те самые 99, там, точка, сколько-то процентов, да. У меня был недавно на руках, и он лежит до сих пор у моего знакомого, Ланкица, довольно крупный, очень яркий, очень чистый, качественный рубин. Он стоит 2 миллиона 200 тысяч долларов, вот смотрите на него. По сертификату ему поставили Танзания, но у меня есть сомнения. Бывает такое, когда он очень чистый, бывает, что когда включений очень мало, их тяжело рассмотреть, и бывает, что их вообще практически нету, да. Бывает, что лаборатории с месторождением ошибаются, это совершенно нормально. И бывает, что не могут вообще установить регион добычи. У нас, например, недавно очень чистый изумруд. Один раз в одной лаборатории мы поставили Замбия, это Африка, а в другом Колумбия, это Латинская Америка, и это очень большая разница по цене. Ну вот как бы то же самое, не смогли по включениям определить. Поставишь, даже в третью, он опять поставит Колумбия в четвертом, а они опять поставят Замбия. Так, далее, Мозамбик. Теперь это мировая столица рубинов. Там, причем, такая история произошла, сейчас я вам прям почитаю. Секундочку. Видите, я вроде хочу поменьше занудства, все равно получается, уже почти час сидим. А это еще без терминов, без всяких там, да, технических. Месторождение в Мозамбике, что там случилось? Вот когда лет 25 назад берманские закончились, потом была такая пауза, вакуум был, да, все друг по кругу продавали берманские. И в 2009 году, то есть недавно совсем, открыли там церковь в Старом Городе. Черногорцы снова православные, но есть и другие. Так вот, в 2009 году открыли большие залежи ювелирного качества, хорошего. Корунда, рубина, рубины там красные, розовые. Очень много, которые по уровню, прям вот на одном, на одном уровне они с берманскими. То есть, прям вот оно, да, получается, это сейчас единственное месторождение в мире. И некая компания Jamfield смогла стать монополистом. То есть, они купили полностью все это месторождение, они вступили в коррупционный сговор там с полицией, с армией, с правительством, с чиновниками, со всеми. И они что делают? Они никого больше не пускают на рынок вообще. Они скупают у местного населения, насколько я понял, дешево, да. А продают очень дорого. То есть, рубин, напоминаю, самый дорогой камень в мире, да. Более того, они даже договорились с таможенниками, с пограничниками в аэропортах везде по всей... То есть, если я прилечу в Мозамбик, у меня спрашивают, какая у вас цель визита? Я скажу, а я вот владелец ювелирной компании, у меня свой бренд, я прилетел договариваться с местными насчет закупок. Мне так и напишут, тыщ, печать поставят в визе отказной. Скажут, извините, мы вам отказываем во въезде в страну. То есть, это уже у меня прям знакомые попадали в такую ситуацию. То есть, там говорят туризм, там что-нибудь такое, путешествую, бэкпейкер. Вот, а, например, ланкийцев из Силанки, да, которые, они прям по всему миру, то есть, так как у них, получается, с древности уже тысячелетиями такой мировой центр по покупке, продаже, обработке, огранке драгоценных камней, вот, они по всему миру летают, и там, значит, ну, как я, в принципе, на добычу, на закупке. Я когда на Махенге приехал, я там встретил ланкийцев, да, никого, никаких других джемс-хантеров, как они себя называют, я там не встретил, ланкийцы там были, и они знали про Сина Джемс, мне было очень приятно. Так вот, если человек, полетая с паспортом в Силанки, его погранцы в Мозамбике сразу разворачивают домой, в страну их не пускают, ни по каким причинам вообще, с ними не разговаривают, там ничего не беседуют, говорят, до свидания. Ну, коррупция, понятно, я обязательно поеду. Так, открываем заново карту. Так, разобрались мы с Мозамбиком, то есть, понятно, рубины, это только Мозамбик, все остальное, да, есть корунт, да, что-то из них можно назвать рубинами, но это качество настолько плохое, что это не наш уровень. Малави. Я видел на рынке в Чентебури, мне показывали, я сейчас даже не понял, что это такое, показывают коробочку, а там лежат мега-супер-офигенно яркие такие красно-оранжевые камни, они прямо аж горят, светятся вообще, я говорю, что это такое, мне говорят, это сафиры из Малави, новое месторождение. Я сначала загорелся, потом, ну, я же по-тайски говорю, и многие знают, что если меня обмануть, но я все равно приеду, найду в полицию заявление на Катай, да, то есть, я не постесняюсь, поэтому тут же кто-то подошел, говорит, они очень сильно огреты, облученные, там, диффузия, всякое такое. То есть, в Малайзии добывают, в Малайзии, в Малавии добывают очень плохого качества сафиры, но они так устроены, там такие в них металлы, что если их правильным образом облучить, то они дают ярко-красно-оранжевый цвет. Но это нифига не стоит, совсем ничего, потому что это, получается, искусственным образом созданный такой цвет, да, там чем-то их облучают. Я, если честно, технических подробностей не помню, у меня есть подробная статья об этом, и мой гемолог очень много об этом знает, это есть и курсы, вы хотите, будем делать, там подробно будем рассказывать, показывать, сейчас, мне кажется, это лишняя информация, так уже очень много наговорил. Так, ну и получается, у нас предпоследнее место, Нигерия, или она же Найджирия, да, рубины там негодные, сразу вычеркиваем, сафиры там есть, приятные, симпатичные, полихромные, сине-зелено-желтые сафирчики, но у них такая же проблема, как почти везде, они очень-очень мелкие. Они там выкапывают какой-нибудь там кусочек, каратика три, после огранки остается там полкарата, или один карат. И он же полихромный, там же весь смысл в том, что там пятнышки, здесь синенький, здесь вот плавно переходит в ярко-желтенький, а вот там такой кусочек отрезали, там это полихромности не видно в нем, а все остальное при огранке срезалось, да, полностью, то есть неинтересно. Вот. И остается у нас с вами США. Смотрите, мы за 58 минут весь мир про это объехали. Кругосветное путешествие с Константином Анишимом из компании Synergy Amstar. Бесплатное. США. Вот все, что я вначале говорил про австралийские сафиры, это все, можно сказать, про сафиры США. Или очень темные черные, все очень маленькие, везде много включений, они трещиноватые, или они очень-очень бледные. Они там с претензией на полихромность, как австралийские, но прям такой третий сорт, то есть не наш уровень, я много раз их смотрел, вертел, крутил в руках, на выставках, мне что-то не зашло совсем. Прям совсем бледненький, куча включений, и просят за них, так как, видите, рабочая сила стоит дорого, плюс налоги высокие в Австралии, в США, просят за них, ну, лучше таких, два купить хороших ланкийских, чем один какой-то бледный, непонятный из США. Так, это у нас была энциклопедия драгоценных камней, корунды, часть первая, мы узнали, что такое корунд, почему они разных цветов бывают, и, собственно, где и как их добывают, какие бывают месторождения, какие бывают местородобычи. Частей еще будет много, поэтому набирайте терпение, я понимаю, что занудно, но я думаю, что многие из вас хотят обладать такой информацией. Так, вроде все. Всем пока, до встречи.